Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Первые шаги были сделаны некоторыми такими отцами, мужами веры. Это был Петр Блинов и другие реформаторы. Обновленцы, сибирские обновленцы 20-х и 30-х годов много потрудились на Ниве Божьей. Приводили грешников к спасению, молились за людей, несли Слово Господнее. Я думаю, пришло время нам, обновленцам 21-го столетия, через 90 лет, уже 90 лет спустя, после начала реформаторского движения здесь в Сибири, продолжить это служение, продолжить нести Слово Господнее, Слово Божье. И я Бога благодарю за возрождение сибирских епархий. Я молюсь о том, чтобы Господь и по всей Сибири, это огромные пространства, это огромная территория, просто-напросто, чтобы Слово Божье распространяло бы здесь. И вообще во всей России, и Украине, и Белоруссии, и другим странам, бывшим безбожного Советского Союза. Я думаю, что очень важно сейчас нам консолидироваться, обновленцам, реформаторам православным, и не только православным, потому что в реформации нуждается, я думаю, многие из вас понимают это, все христианство нуждается, все тело Христово, не только православные мы, христиане, нуждаемся в реформации, но и все тело Христа, вся церковь христианская. Если вы мало знакомы, если вы смотрите эту программу, и вы мало знакомы с православным обновленчеством, то рекомендую зайти на сайт нашей церкви, alivechurch.info, живаяцерковь.info. Это официальный сайт Украинской реформаторской православной церкви. Я в этом обращении хотел бы снова коснуться нескольких тем. Во-первых, снова просить вас о молитве за предстоящий собор, Киевский собор августа месяца, а также октября месяца Сибирский собор, потому что здесь, в Сибири, планируем провести собор, посвященный 90-летию православного обновленчества, Сибирского обновленчества. И я думаю, что Бог позволит нам в Томске, Новосибирске, где-то еще провести собрания, провести конференции, семинары. Я сам очень хочу поучаствовать в этих семинарах, провести семинары на тему истории обновленческого движения. Я хочу поделиться этой очень важной темой. И очень хочу, значит, каким-то образом посетить как раз, как гость библейские школы, институты, семинарии здесь, в Сибири. Для меня это будет очень важной, на самом деле, очень важной поездкой. Уже сейчас молюсь за поездку, эту имею в виду сибирская поездка 2012 года. Да, и, дорогие братья, сестры, сегодня, я думаю, что многие из вас, многие из православных христиан, многие из христиан, вообще, смотрящих меня сегодня, знают о тех событиях, что происходили и происходят в наши дни. Дьявол пытается, знаете ли, контрреформацию свою, такую некую, произвести на нашей земле. Они привезли, якобы, там поезд, какой-то поезд, там, Богородицы, и, значит, к этому куску материи, там, неслыханные очереди выстраиваются. Ну, конечно же, СМИ здесь, значит, подлили масло в огонь, как говорится, религиозного фанатизма, экстремизма. И пишут, что порядка двух миллионов россиян, обманутых этой религиозной пропагандой, знаете ли, одурманенных этим опиумом религиозным, преклонились перед этим поясом, куском материи, поклонились поясу Богородицы. Вообще, это бред. Конечно, ужасно, что вот такого откровенного религиозного культизма, в наши дни хоть отбавляй, ужасно, что и в Украине, и в России, и в других странах бывшего Безбожного Союза, и вообще в странах мира сегодня христиане позорятся, так низко падают, именно морально, духовно. Это ужасно, конечно. И я прошу просто Бога о милости. И пусть вот эти два миллиона поклонившихся православных христиан, поклонившихся именно куску материи, поясу Богородицы, пусть покаются, пусть покаются в этом. Если вы смотрите меня сейчас, и вы один из этих двух миллионов, и если вы поклонились поясу Богородицы, мой вам совет, просто по-хорошему, отрекитесь во имя Иисуса Христа от этого. Просто скажите, во имя Иисуса Христа, Бог мой, я хочу служить тебе, как ты того желаешь. Я хочу поклоняться тебе в духе и в истине. И скажите, во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от этого поклонения, которое я совершил в неведении. Я думаю, что большинство из тех, кто совершал это, совершали просто в неведении, потому что, знаете ли, Библию не читали, потому что телевизор насмотрелись, как бы, вот и, значит, поверили этим аферистам в рясах с крестами по нагибе на груди, и, в общем-то, вот пошли на это, на поводу у этих похотей религиозных, знаете ли, это ужасно. Но Бог дает милость свою, и я рекомендую тем, кто еще колеблется и сомневается, правильно ли это было, или неправильно, прочесть из Евангелия от Иоанна, 4 главы, разговор Иисуса с Амарянкой. И там написано в 2-4 стихе, что Бог есть дух, и поклоняющиеся ему, Богу, то бишь, должны поклоняться в духе и в истине. То есть, Бог – это дух, это не образ. Представьте себе, там, вот, медведь за ремня, да, это, значит, там, здесь картина, допустим, какая-то там, портрет, оно, например, сцена на охоте изображена, оно, как бы в этой берлоге, знаете ли, такой ресторанной такой берлоге. Скажу, что можно все красиво оформить, но поклоняться, служить предметом, изображением – это глупость. И поклоняться Богу посредством портрета, изображения – это идолопоклонство, то, что мерзость, и то, что Бог запрещает в Библии, и в Ветхом, и в Новом Заветах, и во Второй Заповеди говорится, не просто там не делай изображение, да, это одно, а не поклоняйся им и не служи им. Это есть на самом деле очень важное такое откровение для верующих во все времена, во все столетия, тем более в Новозаветное время, знаете ли, нам вообще нет прощения, если мы читаем Библию, такие глупости, делаем мерзости, делаем, потому что сам Иисус Христос в Новом Завете сказал, что, вот я уже процитировал Иоанна, 4 глава, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Таких поклонников Отец себе ищет. Мне очень нравится, как в украинском переводе там написано «правное», то есть Отец жаждет увидеть таких поклонников на этой земле, которые бы поклонялись бы Ему в Духе и в истине. Слава Богу! Да, и, конечно, ужасно то, что происходит в эти дни с поясом Богородицы, я вообще считаю, это просто провокация, я просто считаю, что это попытка контрреформации, попытка просто такого зомбирования, массового зомбирования населения, попытка небезуспешной, к сожалению, массового такого одурачивания населения, потому что, знаете ли, люди поклоняясь перед куском материи, поклоняясь этому поясу Богородицы, знаете ли, даже если это настоящий пояс, настоящая той Матери Иисуса Христа с Марии, это не повод поклоняться Ему. Ну, простите, там трусы Иисуса Христа, там что-то еще, тапочки Фомы, цепи Петра, Павла, что мы можем выставить еще? Обрезание Иисуса Христа, как вот в Риме католики выставляют, что нам делать, это безумие? Там копчик, там Василий, там берцовый кость, там еще Феодоры. Зачем нам это все? Зачем христианство, вот эти такие пакости, для чего это все? Вот я знаю, только лишь одна личность на планете заинтересована во всем этом, это дьявол. Это падший ангел, который заинтересован в подобных мерзостях, но это противно Богу, и это огорчает Духа Святого, это просто-напросто приносит проклятие, нечислимое на нашу землю, и, конечно, жалко, что сегодня миллионы христиан, два миллиона русских христиан, дьявол удалось вот так вот вокруг пальца просто обвести, им вообще в два счета, это ужасно, конечно. Я прошу также о милости для этих двух миллионов обманутых, оболваненных просто христиан, и прошу просто покаяния для вот этих религиозных аферистов в рясах с крестами по ноги и на груди, которые наживаются на горести народа, наживаются, жиреют просто, паразитируют как лещи, как спруты какие-то, паразитируют на несчастьях народа, знаете ли, на такой доверчивости наших людей, которые, знаете ли, просто идут за авторитетом насчет церкви, не понимая, что их очень жестоко обманывают. На самом-то деле, я думаю, что некоторые из священников прекрасно понимают, что то, что они делают, это мерзость, и это гнев Божий только лишь привлекает на нашу землю. Но этим бы священникам просто покаяться бы и нести слово Господнее. Я сам, как бывший традиционный православный священник, понимаю, конечно, что не так-то просто покаяться многим из нас, не так-то обычным прихожанам проще покаяться, чем нам, священникам, наверное, почему? Потому что у нас ответственность определенная, у нас храм, у нас служение, мы заняты этим служением, но, господа, пусть никогда служение не затмит Иисуса Христа, пусть наше служение никогда не будет чем-то таким давлеющим, главенствующим для нас, пусть сам Иисус Христос будет смыслом и самой великой жемчужиной, ради которой продать все и, знаете, расплюнуть вообще и ничего не стоит. Потому что Иисус Христос это самое великое сокровище. Много других разных сокровищ есть, душевных, духовных, плотских, физических, но ничто не сравнится с Иисусом Христом, самым главным сокровищем, самое главное жемчужиной Царства Божьей, это сам Иисус Христос. Пусть Бог благоставит, дорогие друзья. И еще я огорчу также вас, дорогие слушатели, тем, что вот в преддверии праздника, введения во храм Богородицы, я бы уже говорил об этом из Новосибирска, я думаю, некоторые из вас посмотрели уже мое новосибирское послание или послание из Новосибирска по поводу как раз этого лжепраздника, введения во храм Богородицы. Но отсюда снова Кузнецкое, получается, снова Кузнецкое послание, значит, касательно введения во храм, тоже два слова скажу, что это ужасно, что сегодня, значит, подготавливают людей к очередному такому религиозному действию, просто-напросто к очередному обману. Потому что, на самом деле, это ложный праздник, откровенно оккультное значение имеющий и ничего общего с христианством не имеющий. Я думаю, что те из вас, что еще может мало понимать, о чем я говорю, или мало знает этот праздник сам, то я скажу, что этот праздник якобы устроен в честь того события, вымышленного, якобы оно было на самом деле, что якобы Марию, матери Иисуса Христа, когда было ей там 3-4 года от роду, вели во святой святых Иерусалимского храма, якобы первосвященник там ее, значит, оставил жить во святом святых, значит, до 14 лет, по другой версии он ее вывел, но нам ходила, каждый молится туда во святой святых Иерусалимского храма, то есть это бред был вообще. Это, скажем, шедевр религиозного аферизма и, значит, конечно, и славоблудие. Ужасно, что до сих пор это продолжается, но что делать нам? Что делать? Вести работу разъяснительную, конечно, если вы обновленческий служитель, если вы, значит, реформатор, то этим занимайтесь обязательно. Если вы традиционно священник, но вы уже понимаете, что это обман, то по возможности постарайтесь своим прихожанам, я встречаю таких священников везде в Сибири и в Украине встречал таких священников неоднократно, которые остаются частью систем московского, киевского приорхата, кефальной украинской церкви, знаете ли, других православных юрисдикций, старого вряда, нового вряда. И скажу, что самое главное, что можно сделать, если вы не хотите уходить, а хотите оставаться в своей структурах, то, пожалуйста, сделайте максимальную пользу Царству Божьему. Пожалуйста, умоляю, просто говорите об Иисусе Христе, говорите об самом Иисусе, о Господе нашем. Постарайтесь просто-напросто переводить внимание людей, ваши паства именно с Марии, с Матери Иисуса на самого Господа, на самого Господа Иисуса Христа, потому что Мария никого не сможет спасти, она никого не спасла и не сможет спасти. Вот, Мария, как и другие умершие святые или ангелы, собравшись все вместе, не смогут спасти меня, тебя, ни одного из нас. Но Иисус Христос, Его святая кровь была пролита за всех нас, Он может спасти всех нас, и Он спасает каждого к Нему прибегающего. И всякий, кто призовет имя Господе, написано, спасется. Призовите имя Господа Иисуса Христа. Читайте Слово Божье, Библию обязательно, потому что это инструкция жизни, потому что это источник для нас информации вообще, и откровения о том, кто есть Бог вообще, ради чего мы живем, и это Божье Слово, и оно пребывает вовек. И было время, когда я, по сути, пренебрегал Словом Божьим, оно ушло однажды из моей жизни. Но в 96-м году, слава Богу, это слово, оно вернулось в мою судьбу, в мою жизнь, и я очень Богу благодарен за это. И прошу о милости Господней для каждого из вас, о благодати во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь.